Всем привет! Сегодняшнее видео о волосах, поэтому показывать лица я не буду. Шучу, конечно. Сегодня я хочу вам вкратце рассказать историю своих волос, о том, как я пришла к блондинке, как я ухаживаю за волосами и как отрастить длинные волосы из вот такой вот стрижки. Простите, если многовато получится, но быстрее никак. Эта тема будет интересна, первое, девушкам с окрашенными волосами, и второе, окрашенным блондинкам. Потому что уход за окрашенными волосами очень отличается от ухода за волосами нетронутой краской. И уход за окрашенными волосами блондинки намного серьезнее, сложнее и дороже, чем уход за любыми другими окрашенными волосами. Так что, если вам эта тема интересна, приятного просмотра! Начну с того, что быть блондинкой совсем не легкое, не дешевое удовольствие. И если вы хотите здоровые волосы, не сеченные, не отламывающиеся кончики, и не хотите эффекта мочалки, хотите длинные блондинистые волосы, то есть, если вы хотите все это в комплексе, то имейте в виду, что всего этого можно добиться, делая окрашивание только в салоне. Причем у хорошего мастера. И только при условии постоянного, тщательного, комплексного ухода за волосами еще и дома. Это мое мнение, оно может расходиться с вашим, можете сколько угодно писать в комментариях, что красивого цвета, длинных волос одновременно блондинистых, да, всего этого сочетания можно добиться и в домашних условиях. Меня не переубедить. Если же вы блондинка от природы, то вам крупно повезло, и вам можно только позавидовать. Почему я так категорично? История моих волос такова, что за всю свою жизнь я успела побыть и длинноволосой с натуральным цветом, и с креативными стрижками разнообразных цветов, за исключением, наверное, синего и зеленого. И вот теперь я отращиваю волосы, и я блондинка. Я знаю, что многим людям, даже тем, которые знают меня давно, интересно, какой же у меня натуральный цвет волос. Здесь вообще все просто. Можно посмотреть мое предыдущее видео, где у меня отросшие корни, и там прекрасно его видно. Ну, вообще он не светло-русый, не темно-русый, он какой-то средне-русый такой. Все детство и школьные годы у меня были длинные густые волосы ниже попа. За такими волосами очень тяжело ухаживать, мыть, прочесывать, причесывать. Поэтому в то время моей основной прической была коса. И днем, и ночью. Днем, чтобы не спутались, ночью, чтобы не спутались. Какими шампунями в то время я мыла голову, я, естественно, вспомнить не могу. Но моей бабушке были куры, и я помню, что она научила меня народному рецепту, как мыть голову, чтобы волосы были мягкими и шелковистыми. Бралось яйцо или желток, я уже точно не помню. Голова вместо шампуня мылась этим яйцом или желтком. И в самом конце этого мытья, когда волосы ополаскивались, они ополаскивались холодной водой именно не кожей головы, а именно сами волосы. Они ополаскивались холодной водой с добавлением нескольких капель уксуса. И волосы были реально мягкими, шелковистыми. И от этого вот уксуса в воде они даже таки скрипели. Настолько они были чистые. Страшно представить, что сейчас было бы с моими крашенными волосами после этого. Экспериментировать не хочу, но точно ничего хорошего бы не было. Затем в институте я волосы обкромсала. Точнее даже это случилось на следующий день после моего школьного выпускного. А именно креатив случился спустя несколько месяцев, когда я перепутала филировочные ножницы с обычными и отрезала себе кусок челки под корень. Много лет после этого я делала на голове разнообразный креатив с разнообразным окрашиванием. Точнее делала это не я, а моя парикмахер, с которой мы неразлучны уже лет 10 точно. И вот знаете, самый простой мой уход за волосами был как раз во времена моего креатива. То есть на мытье головы уходило в общем минут 10, ну максимум 15. На сушку с укладкой уходило 10 минут. Вот реально максимум 10 минут. Иногда по утрам я даже не расчесывала волосы, я вставала, воском для волос делала вот так вот, волосы вставали как мне надо, дыбом там, и я фигачила либо на пары, либо на работу. С мега укладкой. Очень удобно и не напряжено. Мыла я голову, по-моему, ну одно время точно фруктисом гарнье. Особо не заморачивалась. Да, и волосы были черно-красного цвета. А сейчас я блондинка, отращивающая волосы. Честно говоря, я даже не задумывалась, не знаю до какой длины я хочу их дорастить, но сейчас они у меня до талии. Вот. И быть блондинкой сложно. Не в моральном плане, хотя это тоже талант. Красить волосы я, как и раньше, когда была с креативом на голове, стараюсь раз в месяц. Но последние полгода у меня часто не бывает возможности съесть к моей прикмахеру каждый месяц. Но я ей не изменяю, потому что красивый блонд легко испортить, и потом приводить волосы в порядок это очень долго, а иногда даже невозможно. И в домашних условиях я себя не крашу. Потому что цвет мой одновременно теплый, холодный, максимально близкий к натуральному, я испортить не хочу. Вот, к сожалению, сегодня у меня плохое освещение. Простите, пожалуйста. И в камере мои волосы выглядят более желтым, чем на самом деле. Сейчас мой оттенок на самом деле холоднее. Так вот, к хорошему быстро привыкаешь, и менять свое профессиональное окрашивание на Велле на что-то менее профессиональное я не хочу. И если вы спросите, каким цветом меня красят, я вам не скажу, потому что там супер-мега хитрый замес из кучи разнообразных цветов. Как я пришла к блонду? На самом деле все было не специально и неожиданно. Я даже не думала переходить в блондинку. Два с половиной года назад, немного больше даже, в феврале, я поехала отдыхать в Таиланде полтора месяца. И перед этим я решила освежить свой какой-то красно-рыжий цвет, чтобы он стал более ярким. И мы с моим прикмахером сначала меня осветлили, и потом покрасили в этот яркий цвет. Пока я была на отдыхе, мои волосы, во-первых, подсмылись, во-вторых, подвыгорели. И вернулась я обратно с ох, какими отросшими волосами за полтора-то месяца. и с ох, каким классным цветом. То есть цвет был таким персиковым. Вот будешь специально делать, даже не получится. Вот. И мы что-то подумали-подумали. Мой мужчина сказал, давай, может, отрастим. И я подумала, почему бы и нет? Попробую. Ну вот я уже чуть больше двух с половиной лет вот пробую. Как видите, вот что из этого вышло. ВОЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok